Здравствуйте, дорогие любители робототехники, 3D-моделирования и программирования. Давно я не записывал никакие видеоролики, так как был занят разработкой различных направлений. Сегодня я хотел бы познакомить вас с таким вот интересным набором. С одним из них мы уже знакомы, Ники-робот. Он сейчас в наборе Ники-робот будет такой модуль управлением. И, соответственно, будет идти еще в наборе Клик, так называемый. Об этом наборе у меня есть несколько видеороликов на моем канале. Можете посмотреть в плату вшита. Здесь контролером является Ардугина для этого модуля. Унан в подобии. И сегодня я хотел поговорить о таком модуле, как Киберпай от Мэкблок. Этот у нас, соответственно, Ники-робот от компании Киберпай. Игрушки. БСК МК. Московской производителя. И Киберпай от Мэкблок. Соответственно. Данный контроллер содержит Wi-Fi-модуль. Wi-Fi-модуль устроенный. Несколько кнопочек для управления. Джойстик, экран, дисплей. Примерно там где-то 140 на 140 пикселей точек. Киберпай может идти вместе с комплектом дополнительного элемента, с комплектом, так называемый, шилд для питания. Он встроенный аккумулятор для питания непосредственно этого контроллера. И для питания управления датчиками и моторами. Датчиками и моторами. То есть можно автономно с ним работать. Можно через компьютер с помощью шнура подключать, загружать и питать его непосредственно от компьютера. Он может, соответственно, взаимодействовать. И не только между друг другами и другими мэкблоковскими элементами. Но и, например, с контроллером Ники-робот. Что в последующем этапе я покажу. То есть взаимодействие с Ардуино платами. В дальнейшем я покажу, как это возможно. И те, кто будет приобретать там, например, набор клик. Или набор, связанный с мэкблоком. У них, соответственно, будет такая методика. Где они могут посмотреть, как реализовать и на языке Python. Потому что можно приводить на Python. И блочным языком mblock 5. Как используются, например, для детей от 9 лет. Конструкция в основном программирования очень схожая. По функционалу. Так что вы можете использовать. Немножечко пробежимся по конструкции Киберпай. Киберпай. Киберпай, еще раз, содержит в себе Wi-Fi модуль. Здесь представлены. Также есть джойстик. Пять позиций имеет, как бы, условно, влево-вперед. Вперед-вверх. Вверх-вниз. Влево-вправо. И, соответственно, нажатие. А также, соответственно, две кнопки. Они обозначены, как кнопка А и кнопка Б. Вид у него, конечно, правильно вот так, если смотрите на него. То есть, это более правильный вариант контроллера. Есть специальный элемент, разъем для питания и загрузки программы. Можно просто загрузить программу, а питать уже непосредственно от этого шилда, который я показывал сейчас. Если у вас еще дополнительные датчики, либо от набора клик и моторы, от набора клик, либо к Mac-блоку идет специальный тоже набор датчиков, то можно управлять еще и датчиками. Есть также встроенные датчики внутри непосредственно самого Киберпай. Это датчик освещения. Степень освещенности он определяет. Также здесь есть у нас датчик громкости, микрофон. Он же может записывать в микрофон 10 секунд продолжительности записи звука и воспроизводить. Также, кроме этого, есть гироскоп, который может вам вычислять ускорение по осям, повороты по осям, скорость поворота, так и угол поворота по осям. Также скорость встряски поворота можно вычислить. Он может определять вибрацию и положение наклона самого Киберпай. Кроме этого, он определяет с помощью микрофона еще шум. Можно вычислить в децибелах уровень шума и, соответственно, провести некий анализ процесса. Кроме этого, у Киберпай есть кнопочка для перезагрузки и так называемый дисплей. В дополнение для наглядности используются еще 5 светодиодов, RGB светодиодов, которые можно программировать согласно RGB схеме. RGB схеме, то есть вот сейчас, для примера, я залью простенькую программу внутрь нашего устройства. Сейчас я подключился, заливая программку. Соответственно, залил программку, и мы можем наблюдать управление RGB светодиодами. Сейчас демонстрация так называемой радуги, то есть именно засветка радужная для непосредственно управления с RGB светодиодами. Кроме этого, возможно, работа со звуком. Работа со звуком. Например. Если я нажимаю кнопочку A, то он мне выдает звук. Я также могу изменять звук и управлять непосредственно цветом. Если я наклоняю влево или вправо, у меня, соответственно, должен измениться цвет. Вот, как вы видите. Так, сейчас я попробую немножко настроить цвет другого типа. Просто управляя джойстиком. Это всё заложено в программу, то есть можно так, вот таким вот нехитрым способом управлять. Таким же образом можно вверх или вниз управлять громкостью. Точнее, тональностью звука. Выше частота, ниже частота. Всё это можно реализовывать. Всё это можно реализовывать. Кроме этого, кроме таких вот программок и простеньких для звука, можно перейти к понятию, например, диктофона. Понятие диктофона. Например, сейчас я залью программку. Вот, и перед нами на дисплее появится описание. А. Запись на джойстик. Джойстик остановить. А. Б. Воспроизведение записи. То есть я должен нажать А и начать что-то говорить. Привет, мир, я записал джойстика. Так, остановить. Вот, остановил. Воспроизвожу. Привет, мир, я записал джойстика. Ещё раз. Мы программируем киберпай. Ещё раз. Мы программируем киберпай. Вот примерно как сейчас я это сделал с помощью киберпай. То есть такие вот возможности присущи нашему киберпаю. Что ещё как вариант возможно с ним делать? Например, поиграть в игру. Поиграть в игру. Сейчас вот так вот. Вот так сейчас сделаем. Сейчас загрузим. О, да. Сейчас этот... Сделаем подключение. Вот так вот. Запустим. И вот я непосредственно управляю сетью. И управляю с помощью киберпай. Как можете заметить. очень легко у меня это проходит. Вот примерно как можно реализовать возможность киберпай как контроллера. Кроме этого можно также получать данные с дачи и отображать их непосредственно непосредственно в в нашем дисплее. Вот сейчас вы видите. Мы сейчас проверяем громкость. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля... Была тишина, и он никак не среагировал. Такой вариант определения громкости с помощью определенной команды по строению графического модуля. Но есть еще вариант определения громкости. Множество встроенных инструментов присутствует. И яркости, например. Вот шум. Он у меня фиксирует шум. Ля-ля-ля-ля-ля. Вот я разговариваю. И яркость. Я могу немножко закрыть. Вот видите, яркость падает немножко. Яркость выше. Вот я могу включить, чтобы яркость увеличила значение. Это красная линия. Соответственно, яркость сразу упала, если я отключила дополнительное освещение. Я поворачиваю к окну, от окна. И яркость, соответственно, освещение падает. Ну и громкость, соответственно, тоже, в зависимости от того, говорю или не говорю, может отображаться. Вот примерная реализация, например, с помощью графиков. Использование дисплеев. Также можно это реализовать. Дополнительно посложнее варианты, возможные. Для управления, например, с RGB-зависимостью. То есть, RGB-схемы взаимодействия с помощью кнопочек. Вот сейчас наблюдаем интересные конструкции. Линейные изменения RGB каждого светодиода. Согласно вложенным алгоритмам. Вот так вот можно взаимодействовать с RGB-источником. Кроме таких элементов, в качестве теста, можно использовать, например, можно использовать, например, вариант построения координат при перемещении нашего дисплея. И построение так называемого маршрута к нашему дисплею тоже можно реализовать. Это вот некоторые варианты, которые я... Итак, мы записываем его движение. Движение, движение вот сюда. Поехали сюда, сюда, сюда. Вот мы двигались, 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 двигались. Вот так, вот так проехали. Всё. Теперь нажимаем на кнопку А. И вот наблюдаем построение маршрута. Как мы двигались. Примерно вот как он получил построение маршрута. Можем ещё раз попробовать. Можем ещё раз попробовать. А, надо стереть. И начать процесс построения. Так, немножко... Не слишком большой угол оказался обзора. Сейчас мы попробуем ещё разок. Так. Так. Итак, идёт у нас движение. Сейчас попробуем. Вот мы записываем движение нашего объекта. Мы сейчас запишем, как он двигался. Вот он так двигается, двигается. Вот сюда поехал. Теперь сюда поехал. Потом сюда поехал. Вот. Потом развернулся, поехал сюда. Потом вернулся, поехал сюда. Вот как-то он так вот катается, катается. У нас катается. Всё, приехал. И мы нажимаем букву А. Вот. И наблюдаем построение. Немножко вылез за пределы. Тут нужно ещё смотреть, конечно, пределы построения. Вот, как мы с ним катались. И... Вот такая вот интересная получилась траектория на этом процессе. Так. Дальше. Так. И последний вариант, который я сегодня сегодня покажу, что можно делать сейчас с Киберпай. Киберпай, это дистанционное управление одного Киберпай с другим Киберпай. То есть, через облако по Wi-Fi. Через облако по Wi-Fi. Так. Один будет, вот, например, этот. Вот этот будет у нас посылать сигнал. А второй будет у нас, соответственно, принимать сигнал и изменять. Сейчас я загружу сначала программу на того элемента, который у нас будет отправлять сигнал. Вот он загружен. И второй элемент, вот он сейчас, звук, что подключение произошло. И второй устройство, которое у нас будет принимать сигнал. Принимать сигнал. Итак, устройство подключено и готово к приему сигнала. Я вот так синхронизирую. Мы сейчас будем посылать значение RGB с этого устройства на это. И он будет принимать и изменять. Например, как видите, я сейчас меняю ему значение синего светодиода. Синее значение для светодиода. Джойстиком. И меняю значение зеленого оттенка. Зеленый с синим. Мы получаем что-то вот близко к такому элементу. Можем добавить вариант увеличения красного. Мы уже будем получать что-то уже ближе к белому, если у него будет совпадение по цветам. Но я вот сейчас попробую красный чуть побольше сделать. И мы увидим уже немножко желтоватенький оттенок такой. Получаем. Это максимально. Так, давайте я уберу синий цвет. Нет, это зеленый. Да, синий цвет. Да, будем убирать сейчас синий цвет. Чтобы получить, например, более желтоватый оттенок. Вот мы получили желтоватый оттенок. Мы работаем сейчас по Wi-Fi дистанционно. Я один передаю другому устройству. Вот как-то так можно взаимодействовать с CyberPay. Все это описано в методике. К набору, например, клик. И к набору, например, просто CyberPay. Вы можете посмотреть, изучить. В дальнейшем, соответственно, работать с этим устройством. То есть, вот такие вот интересные элементы. Можно сказать, почти маленькие микрокомпьютеры. Я бы сказал, даже микроконтроллеры ближе, чем микрокомпьютеры. Но тоже содержат, что есть элементы памяти хорошенькие. Больше, чем, может быть, чем у Ардуинки. Простой. Поэтому есть возможность и для записи звука. И для сбора данных. Хранения их. Достаточно приличного объема. Поэтому очень интересная конструкция. Можно ее использовать. У меня на этом все. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, был интересный видеоролик. Продолжение следует...